Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают О подданных заботится. Ах, если бы все королевы в истории к тебе прислушались. Виктор Степанов, город Кемерта, улице номер 20. А тебе, наверное, нравится королева Виктория? Нет, мне больше нравятся путешественники и ученые ее времени, ведь они столько всего открыли. Например? Озеро Виктории. А еще? Водопад Виктории. Так, Виктор, я тебя понял. А не имя красит человека, а имя Виктор. Молодец. Маляка Знабакиева, город Алматы, средняя школа номер 110. А вот Маляка думает, что не в короне счастья. А почему? Мария Стюарт, корона счастья не принесла. Ну так она сама виновата. Мало ей было шотландской короны, так она еще английскую захотела. Надо уметь довольствоваться малым. Согласен. Адам Дзангиев, город Павлодар, гимназия номер 3 для одаренных детей. Адам, ты как думаешь, все короли в детстве были одаренные? Думаю, нет. А почему? А потому что, если бы они были все одаренными, стали бы не королями, а учеными. Ну надо же кому-то королями быть. Возможно, но ученым быть интереснее. Вот такие ученые у нас сегодня участники. Что ж, будем начинать. Правила первого тура традиционны. 12 простых вопросов, 3 варианта ответа. Надо выбрать тот, который кажется правильным, и как можно скорее нажать соответствующую кнопку на игровом пульте. Баллы, набранные в первом туре, и скорость ответов, все это будет иметь большое значение для определения финалистов сегодняшней игры. Все готовы? Начинаем борьбу. Сотворив мир, в этот день Господь отдыхал. Вспоминаем Библию. Такая достаточно известная информация. Варианты. Пятница, суббота или воскресенье. Суббота – это правильный ответ. Он называл субботники великим почином. Кто же называл так субботники? Варианты. Ленин, Сталин или Че Гевара. Правильный ответ. Владимир Ильич Ленин. Он – это. И варианты. Ленин – местоимение числительное. Я надеюсь, на этот раз никто Ленина не назвал. Это местоимение. Количество атомов в 12 граммах чистого изотопа углерода-1. Как называется это количество? Число Авогадро, число Фибоначчи или чело Джованни Бокаччо. Первый вариант – это правильный ответ. Книга Джованни Бокаччо. Варианты. Декамертон, демовитон или декамерон. Декамерон, конечно, правильный ответ. Казахстанский специализированный военный лицей. Варианты. Арыстан, Азамат или Аделет. Правильный ответ – Арыстан. Первые предварительные итоги первого тура. Лидирует Куляш, у нее 5 баллов. За ней Виктор, Маляка и Адам. У каждого игрока по 5 баллов. Разница только в скорости ответов. Куляш самая быстрая. У Кирилла 4 балла и у Жебек 3 балла. Двигаемся дальше. Где живут львы? Вот, несложный вопрос. Варианты. В сельве, в саванне или в джунглях? Саванна – это правильный ответ, конечно. Столица Индии. Тут будьте внимательны. Варианты. Дели, Нью Дели или Нью Ди Ним. Правильный ответ – это Нью Дели. Из такой ткани шьют джинсы. Ну, я думаю, вы это должны знать. Варианты. Дефис, Денис или Ди Ним. Вот третий вариант – это правильный ответ. И вновь обратимся к турниру на таблице. Куляш по-прежнему лидирует. 8 баллов за ней. Адам. У него 8 баллов. У Маляки и Виктора тоже по 8 баллов. Опять же, разница в скорости ответов. Кирилл дал 7 правильных ответов. 7 баллов. У Жебек 6 баллов. И осталось еще 3 вопроса. Заболевание, связанное с желанием украсть. Очевидно, очень неприятное заболевание. Варианты. Клептомания, кражифилия или клепкофобия. И клептомания – это правильный ответ. Оружие кирлингиста. Мы вспоминаем, кто такие кирлингисты. И варианты. Щепка, щетка или швабра. Наверное, многие подумали, что швабра, а это на самом деле щетка. Тригонометрическая функция. Варианты. Аркада, армада или арксинус. Третий вариант – это правильный ответ. Отлучали вопросы первого тура, и вот его итоги. Маляка лидирует у него 11 баллов. За ней следом Адам у него тоже 11 баллов. Чуть-чуть медленнее отвечал, чем Маляка. Куляш и Кирилл на третьем и четвертом месте. Виктор на пятом месте. У каждого игрока по 10 баллов. И Жебек занемыкает нашу таблицу. У нее 8 баллов. И мы переходим ко второму туру. Вспомним правила второго тура. Перед игроками 7 клавиш. За каждой скрываются 5 вопросов по самым разным школьным предметам. Каждый из игроков выбирает свою клавишу. В случае правильного ответа он получает балл. А в случае неудачи теряет один из баллов, набранных в предыдущем туре. И дает возможность попробовать подобрать его своим соперникам. Если, конечно, они рискнут собственными баллами. Напоминаю, что пропуск в финал получают трое участников игры, набравшие наибольшее количество баллов по сумме первых двух туров. А в случае равенства преимущество отдается тому, кто затратил на задание первого тура меньше времени. Итак, Жебек. Какую ноту, какую клавишу ты выбираешь? Нота С. Нота С. Как ни странно, на 86 с лишним процентов мышцы состоят из этого. Хотя лично я ничего странного в этом не вижу. Как думаешь, Жебек, из чего? Из мягких тканей, не знаю. К сожалению, только ответа я не приму. Соперники, у вас есть шанс. Раз, два, три вариантов у соперников нет. Ребята, мышцы состоят на 86 процентов. Из того же, из чего стоит все тело на 86 с лишним процентов. Из воды? Я уверен, что ты знала. Чему равна средняя линия трапеции? Чему равна средняя линия трапеции? Жебек, твой вариант? В высоте. К сожалению, нет соперники. Так, Адам был первым. Сумма оснований деленная на два. Ну или полусумма оснований, правильно. Кагуя, имя лунной принцессы из народного сказания. Его получил лунный спутник в 2007 году. Какой страной этот лунный спутник был запущен? Тут же, Жебек, надо прислушиваться к названию. Кагуя. Кагуя. На что похоже звучит? Китай. К сожалению, Жебек нет. Соперники. Виктор. Япония. Япония, конечно. Мне кажется, звучит по-японски очень. На интернетовских форумах этот участник обладает привилегией следить за соблюдением пользователями правил сайта. Администратор. К сожалению, такой вариант цвета я не приму. Соперники. Варианты есть? Так, Виктор. Модератор. Модератор, правильно. Это зодиакальное созвездие называют самым неприметным. Его можно увидеть лишь в ясную ночь между созвездиями Льва и Близнецов. Оно между ними куда-то пятится. Нет ответа. Ну, Жебек, как же? Вспомни зодиак. Давай. Раз, два, три. К сожалению, ответа на самом деле нет. Соперники. Так, Кирилл. Рак. Это правильный ответ. Молодец. Отыграли мы с Жебек ноту Си. Сейчас у Жебек три балла. Много баллов потеряно. Но не расстраивайся, пожалуйста, потому что впереди еще много вопросов, много игроков. Я думаю, ты еще сможешь наверстать. Выше нос. А играем мы с Виктором. Виктор, пожалуйста, выбирай свою клавишу. Нота До. Нота До. В ранних рассказах Льва Толстого речь идет о знаменитой обороне этого черноморского города. Севастополь. Севастополь. Молодец. Этот полностью или частично ионизированный газ часто называют четвертым агрегатным состоянием вещества. Что за четвертое состояние? Кислород. Еще раз. Кислород. Нет, не кислород. Соперники. Так, Адам первый. Плазма. Плазма. Молчина. Назовите самое северное море Тихого океана. Берингово. Берингово. Браво. Этот род птиц из отряда воробьинообразных давно стал символом и сладкого пения, и красноречия. Соловей. Молчина. Хотя это слово обозначает лицо, действующее по поручению другого лица или учреждения, многие считают его синонимом слова шпион. Шестерка. А, нет, к сожалению. Интересная версия, но неверная. Соперники, у вас есть шанс. Раз, два, три вариантов ни у кого я вижу нет. Слово агент. Агент 007, например. Надо сказать, что Виктор сыграл очень хорошо. Сейчас у него 13 баллов и первое место на штурнивер таблицы. За ним идут Адам, у которого тоже 13 баллов, и Кирилл, у которого 11. Играем мы с Кириллом, собственно. Выбирай, пожалуйста, свою клавишу. Нота ми. Нота ми. Что изучает криптография? Подскажу, что это военная наука. Карты. Нет, к сожалению, не карты. Соперники. Адам. Способы шифрования информации. Методы шифрования информации. Молодец. Жители планеты Пандора внешне отличались от людей цветом и наличием чего? Хвоста. Хвоста. Правильно. Считается, что основных тригонометрических функций шесть. Синус, тангенс, секондс. И назовите еще три. Арктангенс, косинус. Ну давай, Кирилл, я уверен, ты знаешь. Вот все почти правильно сказал. Давай последнее. Арктангенс. Ах, жаль, жаль. Перемудрил. Соперники. Все три назовите мне. Раз, два, три. Вариантов не вижу. Вот, Кирилл, почти. Ну, косинус, катангенс и косеконс. Все с ко начинается. Автор незаконченного романа «Они сражались за Родину». Шолохов. Михаил Шолохов. Молодец. И Кирилл молодец, и Михаил Шолохов молодец. Как ученые называют исходные вещества химической реакции? Ну, наверное, этот термин как-то связан с реакцией. Реактивы. Рядом, но все-таки мимо, к сожалению. Соперники. Так, первым был Виктор. Продукты реакции. Исходные вещества. То есть уже не продукты. Нет, Виктор, к сожалению, неверно. Соперники. Кто-нибудь еще? Еще один вариант. Реагенты. Реагенты, конечно. Умница, Маляка. Отыграли мы ноту Кирилла. У него сейчас 10 баллов, и пятое место на шурнирной таблице. Лидирует Адам, у которого 14 баллов, и Маляка с Виктором, у которых по 12 баллов. Мы играем с куляж. Выбирай, пожалуйста, свою ноту. Нота соль. Нота соль. Единицей измерения этой физической величины в СГС является Эрг. Что за Эрг такой? Что в нем измеряют? Куляш, твой вариант? Нет ответа. К сожалению, ответа нет. Куляш, соперники. И соперники безмолвствуют. Нет никаких вариантов. Работу. Работу измеряют в Эргах. У этих мифических чудовищ были змеиные волосы, золотые крылья и взгляд, превращавший все живое в камень. Персей сумел победить только одну из трех сестер, самую младшую. Горгулья. Еще раз. Горгулья. К сожалению, неверно. Вот совсем рядом, но неверно. Адам. Химеры. Нет. Нет. Виктор. Сирианы. К сожалению, никто из участников не дал правильный ответ, но куляш был ближе всех. Горгонный. Горгонный. Медуза Горгона была младшая из трех горгон. Этот химический элемент, побочный подгруппы седьмой группы пятого периода с атомным номером 43, в природе практически не встречается. Его получают техническими средствами. Уран. Еще раз. Уран. Нет, уран как раз таки встречается. Нет, куляш. К сожалению, это не уран. Соперники. Раз, два, три вариантов нет. Элемент называется технецей. Техническими средствами. Делится ли на шесть число 123 504? Тут невредно бы вспомнить признаки делимости. То есть, куляш, кроме ответа «да» или «нет», то есть делится или не делится, нужно еще какое-то объяснение. Почему ты пришла к этому ответу? Я думаю, делится. Почему? Нужно сложить числа, и если они делятся на шесть, то… А если они делятся на три, то тогда… Умница, да, потому что если сложить, то получается пятнадцать, а вот пятнадцать делится на три, но на шесть не делится. Ну, вообще, молодец, куляш, правильный ответ. Фотосинтезирующие пурпурные бактерии, обитающие в соленых и пресных водах, получили свое название благодаря этому обстоятельству. Вопрос несложный, все в вопросе есть на самом деле. Пурпурные, наверное, все-таки. Возможно, это водоросли, которые способствуют, участвуют в процессе фотосинтеза. Куляш, почти все, по-моему, водоросли, в котором есть хлорофилл, участвуют. Какую-то особую особенность можешь назвать? Дам тебе все-таки шанс. Ну, то есть очень простое, очень простое объяснение, почему они получили такое название. Раз, два, три. Ну, потому что в соленых. Нет, дорогая, я не могу такой ответ принять, к сожалению, куляш. Соперники. Ну, Адам, Адам, пардон. Из-за цвета. Из-за цвета. Какого цвета они? Пурпурного. Ну, какого же всего? Ну, или красный. Молодец, правильно. Отыграли мы ноту куляш. Сейчас у нее 7 баллов и пятое место на штурнире таблицы. Лидирует Адам, у него 14 баллов. Маляка, у нее 12 баллов. На третьем месте Виктор, у него 11 баллов. Играем с Адамом. Может быть, он еще больше увеличит разрыв с соперниками. Выбирай, пожалуйста, свою ноту. Нота Ре. Нота Ре. В этом голливудском блокбастере рассказывается о самоотверженной борьбе синих гуманоидов за сохранение экосистемы своей планеты. Аватар. Конечно, Аватар. Самое крупное озеро казахского мелкопесочника. Мелкосопочника, прошу прощения. Озеро это соленое. Маркоколь. Еще раз. Маркоколь. К сожалению, нет. Соперники. В мелкосопочнике какое соленое озеро располагается? Раз, два, три. Никто не хочет рисковать своими баллами. Озеро называется Тенгиз. Начинающего пользователя интернета часто называют именем этого предмета домашней утвари. Чайник. Чайник, конечно. Германское герцогство Бавария в 1806 году стало королевством, просуществовавшим до 1918 года. А кто дал баварским герцогам королевский титул? Особенно внимание обращается на год. Италии. Еще раз. Правительство. Ой. Короли Италии. Нет, короли Италии отношения к этому не имели. Адам, к сожалению, ты не прав. Соперники. 1806 год. Я не знаю, что еще вам нужно, чтобы сопоставить информацию. Раз, два, три. В 1806 году судьбами Европы управлял император Франции Наполеон I Бонапарт. Так называется трение, возникающее между двумя контактирующими телами и препятствующее возникновению относительного движения. Бывает трение качения, есть трение скольжения. И вот это трение. Какое? Статическое или нет? Дам три секунды, чтобы справиться. Трение чего? Раз, два, три. Нет варианта. Соперники кто-нибудь назовет мне правильно это трение? Кирилл. Сопротивление? Не сопротивление, к сожалению. А другие соперники, соперники молчат. Это называется трение покоя. Не зря на то, что во втором туре Адам потерял один балл, все равно у него 13, он лидирует. За ним идет Маляка, 12 баллов, и Виктор, у которого 11 баллов. С Малякой играем. Маляка, пожалуйста, выбирай свою клавишу, свою ноту. Нота фа. Нота фа. Единицей измерения этой физической величины в си является джоуль, то есть в системе измерений. Энергия. Энергия. Первый учебник арифметики на русском языке назывался «Руковедение в арифметику». Вернее, в арифметику даже так. И был напечатан в 1699 году в этом голландском городе. И вот здесь Маляка я тоже не рекомендовал бы мудрить. Что за голландский город? Раз, два, три. У Маляки ответа нет, соперники. Раз, два, три. Вариантов нет. Голландия – это Нидерланды. Столица Нидерландов – Амстердам. Город в опросе – Амстердам. Я же рекомендовал не мудрить. Аристотель утверждал, что скорость падения пропорциональна весу тела. А кто его опроверг? Спустя две тысячи лет. Маляка, я уверен, ты знаешь. Кто же это? Кто этот ученый? Раз, два, три. Нет, к сожалению, у Маляки вариантов соперники. Адам? Ньютон. К сожалению, нет. Виктор? Такая же версия. Думал, что Ньютон. Ну, вспоминайте. Ну, Пизанская башня. Ну, стоит на ней Галилео. Бросает разные предметы. Галилео, Галилей, друзья. Футбольная сборная этой страны дважды подряд в 74-м и 78-м годах играла в финальном матче чемпионата мира. Оба раза проиграла. Причем оба раза хозяевам чемпионата. Вопрос, конечно, для девушки сложный, но попробуй. Испания. Нет, нет, Маляка, к сожалению, не Испания. Кто-нибудь? Может быть, парни? Раз, два, три вариантов. Нет. А, нет, Куляш учится тряснуть. Великобритания. И не Великобритания, к сожалению, Куляш. Все, соперники молчат. Это Нидерланды. Или Голландия. Эту ближневосточную страну в древности называли белой, пурпурной, страной фиников и страной кораблестроителей. Ее жители основали Карфаген и первыми обогнули Африку. Ну, были великими мореходами. Нет ответа. У Маляки ответа нет, соперники. Виктор? Финики. Правильно, ответ молодец. Второй тур нашей игры завершен. И, как мы видим, в тройку финалистов вошли Адам. 12 баллов. Виктор 11 баллов. И Кирилл, у которого 9 баллов. К сожалению, с Малякой Куляш и Жебек научатся попрощаться. Мало того, как получилось, смотрите. У Маляки тоже 9 баллов, но Кирилл отвечал чуть быстрее. Девушки, спасибо вам большое за участие. Прямо молодцы. Украсили нам первые два тура игры, но, к сожалению, соперники оказались чуть сильнее, чуть быстрее, чуть эрудированнее. Я желаю вам успехов и удачи. Не расстраивайтесь. Дорогие старшеклассники, если вы хотите принять участие в нашей викторине, но не можете лично прийти на тестирование, у вас есть возможность участвовать в отборе заочно, по телефону. Для этого вы должны в среду с 18.00 до 20.00 позвонить по номеру 27135, код Алматы 727. Повторяю, в среду с 6 до 8 вечера по телефону 27135, код Алматы 727. Желаю удачи. И вот сейчас начинается решающий тур, который, как вы знаете, и определит лучшего игрока недели и второго участника финала месяца. Его правила. Предлагаются четыре темы. Вы можете выбрать любой вопрос, любую тему, у каждого в 5 попыток. Но вы можете добавить себе баллы соперников. Конечно, если они дадут неверный ответ. Сегодня темы у нас такие. Плавание, спорт, римляне и греки и имена стран. Первым выбирает у нас Адам. Выбирай, пожалуйста, категорию и стоимость вопроса. Спорт 30. Спорт 30. Северные комбинации называют этот олимпийский вид спорта. Это двоеборье. Нужно назвать, что входит в комбинацию. Ложные гонки и стрельба. К сожалению, Адам, это неверный ответ. А соперники? Виктор? Ложные гонки и прыжки с трамплина. Ложная гонка на 10 километров и прыжки с трамплина. Правильно. Виктор уже заработал свои первые баллы. Сейчас твоя очередь выбирать категорию вопрос. Спорт за 20. Спорт за 20. Высший дивизион чемпионата Казахстана по футболу носит такое название. Премьер лига? Премьер лига, конечно. Виктор на спорте уже, по-моему, 50 баллов заработал. Кирилл, выбирай. Римляне и греки 10. Историк Апиан Александрийский, написавший историю древнеримских гражданских войн, был не римлянином, а... А кем он был? Греком? Греком, конечно. Был он греком и писал не на латыни, а на своем родном языке, а на греческом. Вновь играем с Адамом. Выбирай. Римляне и греки 20. Так, пошли по римлянам и грекам. Это уже про греков. Считается, что величайшим культурным достижением Византии было создание этого типа живописи. Иконопись. Иконопись, молодец. Играем с Виктором, выбирай. Плавание за 20. Внимание, слушаем музыку. День-ночь, день-ночь, мы плывем по Африке. День-ночь, день-ночь, все по той же Африке. Только в пыль-ночь... За хлопни пасть, рожа зеленая. В мультфильме «Мы с Шерлоком Холмсом» по Африке грабитель плыл в компании со своим четвероногим другом. С кем именно? С... псом. С кем? С собакой. С собакой, думаешь? К сожалению, нет. Соперники, у вас вариант есть? Кирилл? С крокодилом. С крокодилом. С крокодилом, конечно. А мы вновь играем с Кириллом. Выбирай, пожалуйста, свою категорию и цену вопроса. Плавание 10. Плавание 10. Пирс строится для одной из двух целей. Во-первых, для прогулок. Во-вторых, вот указаны на картинке как раз для второго типа. Для рыбалки. К сожалению, ответ неверный, хотя наверняка какие-то пирсы используются и рыбаками. Соперники. Виктор. Для стоянки кораблей. Ну, скорее для швартовки, но в принципе ответ верный. Правильно. Первые предварительные итоги третьего тура. Лидирует у нас Виктор, у него 60 баллов. Поздравляю. На втором месте Кирилл, у которого 30 баллов. И Адам немного отстает, у него 20 баллов. Но разрыв между соперниками небольшой. Может быть, Адам его сократит. Выбирай, пожалуйста. Римляне и греки, 30. В древнеримских законах 12 таблиц, в вопросах, касающихся семейных отношений, предусмотрены права только этого члена семьи. Отец, глава семейства. Отец семьи или патер фамилия. Правильно, молодец. Играем с Виктором. Выбирай, пожалуйста. Спорт 40. Спорт за 40. Южнокорейский спортсмен Сон Тхэджин в 2008 году стал олимпийским чемпионом. А в каком виде спорта? Легкая атлетика. К сожалению, ответ неверный. Для того, чтобы назвать вид спорта, желательно вспомнить, ну, еще раз вспомнить, страну, да, то есть Южная Корея. У Адама есть вариант. Тэквондо. Тэквондо, конечно. Играем с Кириллом. Выбирай. Много интересных тем, много интересных вопросов. Римляне и греки за 40. Вновь Кирилл вернулся к грекам и римлянам. В Древней Греции и Риме покойнику на похоронах часто клали под язык обол, медную монету. Для чего? Для оплаты путешествия в загробный мир. Все верно. С Хероном рассчитывались, да? Молодец. Именно стран, 10. Именно стран за 10. Люкс в стандартах FIFA, MOC, NATO. Это сокращение для этой страны. Очень несложно. Италия. К сожалению, нет. Сокращение. В Италии там, по-моему, ничего с Люксом нет связанного. Соперники. Виктор. Люксембург. Конечно, Люксембург. С Виктором играем. Выбирай, пожалуйста, вопрос. Плавание 30. Плавание за 30. Единственный казахстанец, которому удалось стать чемпионом мира во плаванию, Владислав Поляков. В каком стиле? Король. К сожалению, ответ неверный. Соперники. У вас есть шанс заработать баллы. Вольном стиле. Еще раз? Вольный стиль. Нет, не вольном. Кирилл, по-моему, все уже перебрали. Может, тряснешь? Ты баллон, впрочем, не рискуешь. Твой вариант. Брас. 200 метров брасом. Короткая вода. Молодец. Правильно. С тобой же, Кирилл, продолжаем играть. Выбирай. Именно стран 20. В географическую тематику мы вернулись. Многие туристы за рубежом, приехав в новый город, первым делом фотографируют канализационный люк. А зачем? Вот смотрю на эту картинку и думаю, что же на этом люке такого примечательного? На удачу. Нет, это не с суевериями связано, Кирилл. К сожалению, это неверно. Соперники. Запомните. Да не только имена стран, но и имена других всяких географических объектов. Раз, два, три вариантов нет. Как правило, на люках пишется название города. И последний раз обратимся к турнирной таблице перед завершением третьего тура. Кирилл лидирует 100 баллов. Адам на втором месте у него 90 баллов. И у Виктора 70 баллов. Разрыв между соперниками невелик, поэтому ситуация может измениться даже вот на этих последних трех вопросах. Первый выбирает Адам. Спорт 10. Спорт 10. Хотя в соревнованиях по плаванию вольным стилям пловцу разрешается плыть любыми способами и менять их во время заплыва, в наше время все пловцы используют... Кроль. Кроль. Правильно. АПЛОДИСМЕНТЫ Играем с Виктором. Выбирай. Спорт 50. Ольга Шушигина выиграла золотую медаль Олимпиады 2000 в Сиднее в барьерном беге. А на какой дистанции? 100 метров с барьерами. 100 метровка. Молодец. Правильно. АПЛОДИСМЕНТЫ Теперь очередь Кирилла выбирать вопрос и категорию. Римляне и греки 50. 50. Римляне и греки 50. Эта статуя древнегреческой богини Победы давно считается символом Лувра. Ну, вспоминаем, да, как по-гречески Победа. Ника. Добавишь что-нибудь? Ну, впрочем, я приму такой ответ. Ника Самофракийская. Молодец. АПЛОДИСМЕНТЫ Третий тур нашей игры подошел к концу со следующими результатами. Кирилл лидирует у него 150 баллов. Браво. Виктор заработал 120 баллов. Молодец. И Адам заработал 100 баллов. Тоже впечатляющее количество. Но, к сожалению, соперники оказались сильнее. Поэтому нам с тобой придется попрощаться. Ты молодец, хорошо играл. Было приятно с тобой играть. А чемпионом недели становится Кирилл. И вместе с ним в финальную игру месяца проходит Виктор. АПЛОДИСМЕНТЫ И мы еще раз с большим удовольствием поздравляем чемпиона этой недели Кирилла Короля. Ученика среднеобразовательной школы номер 29 города Алматы. За блестящую эрудицию, за волю к победе, за смелость ему вручается диплом от нашей программы. АПЛОДИСМЕНТЫ Наша игра подошла к концу. Спасибо всем, кто принимал в ней участие или следил за ее ходом по телевизору. Всего вам доброго. До свидания. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...